Я проживаю эту виртуальную ситуацию. Что такое визуализация? Я моделирую ситуацию. Я уже не живу виртуально. Я пропуская себя, я уже там. И когда я прогоняю сейчас эти чувства в этой ситуации, я обращаю внимание на свое ощущение. Где мне ощущение близкого возникает? По-разному иногда. Сейчас. Я сейчас говорю правду. Если я визуализирую на своей работе, представляю работу, моделирую, у меня должны ощущения возникать в области 3-ти чахры. Если не возникает ни в 3-ти чахры, ни возникает в голове. Если не возникает в голове, возникает во 2-й чахре, в 1-й чахре, значит это я. У меня неправильное представление о моей работе. Как я сказал правду. Должны быть ощущения в 3-ти. Да. Как пример. Если я говорю о любви. Если я думаю о любви, я представляю себя любимым человеком. Будем строить отношения, дом строить, путешествовать, дети у нас будут и так далее. И я чувствую классно. Но во 2-й чахре. Или во 3-й чахре. Что это будет у меня за отношения? Я неправильный. То есть по большому пониманию я ставлю свои отношения не на глубоком понимании, а на истинном понимании, что такое семейные отношения. Я только концентрируюсь на всём. На удовольствие. Соответственно я вижу, что... Здравствуйте. Мы тут изучаем тему, как правильно ставить цели, чтобы выбрать их, и правильно их достигать. Так, перекати что-то сейчас есть, а потом у нас есть запись у меня ждет. Подельно с ним, да? Хорошо. Спасибо. Да. Если тебе вопросы записывайте, чтобы с конца потока не выходить. Сейчас я скажу про что. О том, что мне нравится. То есть я поместил себя, я смоделирую ситуацию. Я в ней проживаю. Можно глубоко. И я. Теперь я слушаю свое тело, свое чувство, где мне возникает ощущение. Если я моделирую его по 3-й чахре, ощущения должны быть хорошие здесь. в 3-й чахре. Должно быть сильное ощущение такое. Такое. Хочу. Эйфории. Ну вот ощущение, когда ты, когда ты концентрируешься на этот человек, то есть ты это видишь, это работает. Идет обратная, да? Обратная реакция. То есть ты питаешь своим воображением, ты питаешь эту сцену, да? И я вижу, как красиво все развивается ситуация. И я получаю обратно фидбэк от этой ситуации. Я вижу и получаю, и куда мне энергия заходит. Она должна заходить в то нужное место. Если энергия возвращается в 3-й чакру, я чувствую классно. Вот такой вот, ну готов перевернуть горы, да? Горы свернуть там, бизнес. Супер классно, чисто. Я сверну в горы. И в то же время, должно быть здесь, скажем, и спокойно, и приятно. Здесь, да? Угу. Здесь и здесь обязательно. Если только здесь, здесь нет. Как говорим об экологии. Насколько экологична наша деятельность? Да? Какая-то отдельная тема, говорите, скажем, по поводу экологии. Разные этапы в жизни, когда мы проходим, что надо понимать? Скажем, если мы только... Дерево растет с корня, начинается с корня. И для того, чтобы дать плоды, нужны клетки корни. И первые 3 корни, мы говорим, первые 3 чакли, первая, вторая, третья, да? Физическое здоровье, самовыживание и размножение. Добыча. То есть мы должны позаботиться о безопасности, должны позаботиться о клетке насыщенной, крови нашей. и в нашем роде. То есть, может быть и так, что на какой-то жизненном этапе вы не испытываете, у вас как-то, третий чакли, да? Работа, классно, супер, здорово, нравится. Но здесь, как бы, может нейтрально. Если здесь негативно, я бы не занимался этой деятельностью, потому что это явно противоречит, мне ресурсов не будет. Если чувствуете, что нейтрально, ну, там думаешь, окей, сколько на энтузиазм я могу это делать? То есть, получается, на энтузиазме. Когда здесь нет ресурсов, ну, энтузиазм. Ну, может быть, поберить, поберить буду, чтобы мой партнер будет меня толкать, постоянно пинком дать. Давай, делай, делай, слушай, смотри, вот деньги нас ждут. Здесь никак. То есть, лучше всего. Это говорит о том, что, когда у нас бывает, у нас происходит часто, не всегда же, мы работаем по той профессии, которая нам нравится. Да? Обычно мы начинаем, чтобы выжить. Да? Любую работу, ну, берешь, да, пока там я учусь, тоже студент, выучусь, я уже буду по душе работать. Вот. То есть здесь, надо очень быть осторожным, внимательно есть такой, мы говорим, процесс запаса, чаши терпения. Сколько терпения хватает у меня? Вообще, я говорю, когда касается терпения, касается отношений, чего угодно. Вот я таким правом пользуюсь, что любая деятельность, которой я занимаюсь, вот любая новая, что-то я говорю, прости какие-то новые качества, да? То есть я решил, там, встать, аскезу, там, утром вставать, там, в три часа, совершать молитвы, морение холодной водой, и так далее, да? Или, там, бегать я хочу, там, в шесть утра, а каждое утро бегать, независимо от погоды. И, я должен, вот, пока, сначала не хочется, есть какое-то терпение, если могу заставлять, да? Чаши терпения, какой-то ресурс есть, вот этот вот, стимул. И... Почему вы сказали 21 дней? Нет, это, привычка формируется, нужно 21 день себя заставить, а потом... Не знаю, я не буду спекулировать, не знаю, это зависит от разных ситуаций, но если работа работает, хорошо. Значит, тут есть чаша терпения, и пока вот это терпение не исчерпалось, я должен научиться получить удовольствие от той новой деятельности, которую я делаю, да? То есть, либо, хочу, там, стать хорошей пуховаркой, либо, там, научиться быть смиренным, или, там, какие-то обязанности по дому делать, посуду мыть после себя, когда покушал. Если я, пока чаша терпения, определительно будет не 20 людей, вот я бы сказал, ну, может, прекрасно будет. Моя чаша терпения, у каждого своя, может, она мне уже исчерпалась, понимаешь, осталось до 3 дня. Если я за эти 3 дня оставшиеся не научился получить удовольствие, значит, что? Либо я делаю что-то, не то, либо делаю не то, делаю это, либо это тебе противоречит вообще твоей природе, как таковой, если ты, к шатре, тебе говорят, стане смиренным ниже травы, брахманом, да, брахманом это еще не дорого до брахмана, ну, просто ниже травы, тише воды, да, что мы, в принципе, все лучше должны делать. Ну, не могу, не готов, значит, извини, еще рано, не делаю это. То есть, мы должны, мы должны, мы должны предлагать усилия, ну, что? Мы должны быть комфортны, любая деятельность, которую мы делаем, это самое важное правило, которое мы должны все полються, исходя из того, что мы должны быть в гармонии с собой, с окружающим миром, да? В гармонии с собой, с окружающим миром. Потому что, если я не в гармонии, если я насилую, я подавляю свои какие-то эмоции, вы знаете, чем она выходит, стрессы, заряд на каплице, большой бабах, если не бабах наружу, бабаха внутрь, да, у дефлегматиков, меланхоликов, раки, разные болезни, и все остальное прочее, стрессы, всего из этого. Поэтому. Ну, вот это суть, да, это дополнение, то, что, значит, ресурсы, еще раз так подведем итоги, когда мы выбрали свою цель, значит, мы ее должны, вот умом мы придумали, теперь мы должны посмотреть, или у нас есть на это ресурсы, то, что там политики наши напридумывали, окей, канцелярии финансово и говорили, так, есть ресурсы или нет. Каким образом мы проверяем? Друзья, каким образом мы проверяем есть ли у нас ресурсы? Сердцем. Сердцем. Так, как мы это сделаем, чтобы сердце проверить? Визуализируем. Визуализируем и прислушаемся к своим ощущениям. Визуализируем, правильно. Мы визуализируем, мы как можно в деталях визуализируем, мы делаем модуляцию ситуации, ту, которую мы себе хотим поставить. Я хочу стать адвокатом, окей? И я себе представляю, я адвокат, для того, чтобы другие вопросы, мы уже о качестве пока не будем говорить, о качестве модуляции самого процесса это очень важно. Сейчас вы только имеете саму схему. От качества тоже очень зависит. Вы можете прекрасную схему, что, зачем, но некачественно выполнили и не будет результата. Если я неправильно помоделировал, что еще неправильно? Значит, я недостаточно глубоко прочувствовал ситуацию, до всех деталей, до всех мелочей, особенно негативной ситуации не прожил. Ну, пропустил, на-ля, опять же, находясь под гормональным всплеском и каким-то позитивным эмоциям для моих друзей, которые зарабатывают миллионы долларов, да, там, работает на компании IBM, Microsoft, и все, cool, слушай, какие деньги зарабатывают, я тоже потяну. Вот. Если не пропустил это все, значит, тогда тебе грузится на твоей деятельности, потому что, когда ты столкнешься с реальной ситуацией, ты поймешь, что нет ресурсов. То есть, вот мы здесь говорим виртуальные игры реальной жизни. Мы должны максимально промоделировать, очень важный момент, друзья, это очень-очень важный момент, это заключение, подведение итогов, я должен максимально качественно промоделировать саму ситуацию. Пропустить через все не могу, мыслимые и немыслимые ситуации. Для того, у меня будет больше возможности промоделировать, если я детально должен, естественно, изучить сам объект, если я хочу быть адвокатом, я должен изучить, что такое адвокатура, какие у них проблемы, что им нужно, что они в повышении проходят постоянно, постоянно подтверждение, какие проблемы с insurance, с клиентами, я все, все должен изучить и пропустить, значит, свои чувства. Что они делают? Либо это семья, либо это профессия, что угодно. Вот на этом я просто настаиваю, это очень-очень важно. Окей? Хорошо. Итак, мы пропустили, мы нарисовали себя в уме, пропустили через первые контролеты сердца, пропустили, моделируем ситуацию и смотрим, где чувства у нас возникают, какой чакре не возникает. Если у меня дисбаланс, если я думаю о работе, что тут возникает, во второй чакре, что значит? Ну, значит, я на страсти, наверное, на какое-то, на желание выезжает. Не совпадение. Не совпадение. Сдача какая? Если я думаю о работе, работа находится на третьей чакре, значит, у меня ощущения приятные должны возникать на… где? На третьей чакре. На третьей чакре. Если возникать на третьей чакре, что делать? Подумать еще у нас хорошо. И отказаться. Подумать что? Может, подумать, что, скажем, правильно ли я представляю себе эту работу, да? Если я думаю о работе, тяжело там, испытываю приятные ощущения на второй чакре, где ты чувствуешь, тебе нравится работать? Да, классно, супер. Покажи мне на теле, пожалуйста, где у тебя приятные ощущения? Ну, там, чуть ниже пупка. Слушай, тогда какая работа? Мы говорим, может, ты говоришь о работе женщину по вызову, или там, мужчина в скот-сервисе? Там это работа делаешь? Да нет вообще-то, я додумал о том, что вот это… Крышу перестелить. Да. Быть строителем, а по сознанию говорила, а пока буду строителем, я вообще-то буду иметь там хорошее отношение с хозяйкой, только мужа нету, да? То есть, неправильные цели, да? Мы об этом говорим. Итак, если мы видим, что, моделируя ситуацию, что у нас возникают, отзываются центры, не те, которые соответствуют деятельности, которые мы хотим делать, значит, что мы делаем? Что получается? Что мы делаем? Неправильно доставляем. Анализируем, правильно ли мы. Какие нам еще, наверное, двигают потребности в этой цели? Отлично, хорошо, здорово. Что еще? Включайтесь активно. Для того, чтобы все осталось, вам нужно активно включаться. Скорректировать цели, может, это цель? Скорректировать цель, Может быть, даже на информацию о внутреннем содержании, вот то, что вы говорите, узнайте суть, узнайте проблемы. Профессии, я неправильно тебе представление о профессии, да? Все это правильно. Все правильно. То есть, мы должны четко иметь представление о профессии. Скорее всего, у нас неправильное представление о профессии, что это за профессия. И мы пытаемся искать ресурсы в не том месте. Если работа должна давать мне ресурсы, и будут задействованы мои третьи чакры, первые третьи чакры, да? Прежде всего, хоть задействованы. А я пытаюсь, а я себе представляю, что мои ресурсы будут на второй чакре, но в реальности этого не будет. Значит, я останусь без ресурсов. И я получу или не получу удовольствие своей работы. Окей. Это мы сделали. Так, теперь следующее. Теперь мы, плавно, подошли с вами к важному вопросу о вообще структуре самой цели. Да? Здесь мы уже подойдем с вами к модели. Модели. Простите, а вопросы потом, в конце, да? А, сейчас, сейчас. Хорошо, давайте. Давайте. Вопрос сейчас. Ну вот, ресурсы — это такого, ну, энергетического плана, я бы сказал, да? А до того, как проверку такое делать, материальные ресурсы нужно посчитать? Или материальные ресурсы — это уже потом? Ну, посчитать. Это отдельно. Сейчас как раз я хочу это объяснить. То, что я давал — это основа. Потому что все, что сейчас скажу позже, это все классно, это все замечательно, но это из области вот чисто техники и психологии. По моему опыту, не будучи висеть на последние странства, меня на нее не протянуло. Я здесь могу иметь шикарные планы, вот здесь, в моем котелке, да. Но если здесь ничего нет, нет подкрепления, почему я с этого начал? Что здесь мы все строим шикарные планы, научимся, обещаем, и все. Это все здесь, у нас все роман, да, голый наш ум. Ресурсов если нет, если нет ресурса, то все это не имеет смысла. Поэтому это основа, основа такой бы цвет. Почему наши предки всегда раньше жили на чувствах? У них была связь с параматной, с душой. Мы потеряли сейчас связь. Почему? Мы не знаем, где нам интуиция говорит, где интуиция, а где мой ум говорит. Где интуиция, а где ум? Ум-то очень беспокойный. Интуиция очень тихо говорит и очень коротко, и тоже сменяется голос. Мам, мы на ум поделись, убеждаются таким, классно-классно. Та интуиция сказала, сверху сказала, не, нехорошо, а вот, вот видите, это что, классно-супер. Смотри, там такие деньги, там такая популярность, там вообще, да, такой-нибудь, вот бокал, он классный, очень коротко. Почему? Потому что потеряли с этим связь. Когда изначально про нашу душу, да, мы это подчислим на значение. И нам не нужно больших институтов, университетов, потому что здесь все говорится. Господь находится параматной, находится рядом с душой, да. Параматной, Господь там говорит, что, что дело заправляет нас. Когда мы пошли сюда со своими заданиями, со своими назначениями, у нас все свои возлечения. У тебя привожу еще эту тему. Ой, ой, ой. Смотрите. Я это называю духовное, духовное, очень вкратце, что вам не важно. Ну, просто услышите то, что вы разднаете, послушайте у него больше человека. Зарядите последним состоянием. О том, что как важно исполнить свое назначение. И что, когда ты исполняешь свое назначение, тебе не нужно беспокоиться ни о чем. не о том, что ты будешь кушать, где ты будешь жить, какой тебе будет партнер, и чем ты будешь заниматься. Не нужно об этом беспокоиться. Кто в этом занимается всегда? Теперь вопрос, как это сделать? Да? И чтобы получить понять это, что если я буду исполнять свое назначение, то у меня будет все. Я брал пример такой простой. Природа. Вот все, кроме человеческого воплощения формы, оно живет чисто пока. Оно тупо и живет прямо или нет, живет пока. Мне не нужно думать, там, лев знает о хищнику, инстинкт работает, он делает свои функции. Птичка делает свои функции. У них нет возможности выбора. У них спящая функция разума в этом плане, да, свобода выбора. Она у них отключена. Они чисто на инстинкте. И поэтому человеческая форма, вы знаете, что самая лучшая форма, подарок для души, чтобы знать, что мы должны туда вернуться. Так вот, птичка, та же птичка. Она, мы пришли все своим планом. Птички летать, собирать букашек, червячков, на дереве свить гнездышко, высадить все яички, получить свое наследство. Все, что надо. И птичка не задумывается о том, где у нее будет пара, у нее всегда будет пара, у нее всегда найдется место, где свить гнездышко, найдется травичка, с которой сделать гнездышко теплое, и будет что кушать. Окей? Если не будет что кушать, она просто не будет рожаться, потому что нет для нее ресурсов. И она, вот, она чисто выполняет свою программу. Теперь берем человечка. Да? Вот если бы мы жили на этих трех инстинктах, первых, которые у нас все раз, два, три, да, первая, вторая, третья чаха, то, что все живое, все живое, знаете, живое на этом, самосохранение, развитие, защита. Вот. То мы бы тоже могли, в принципе, выполнять свои снизменные функции. Размножаться, добывать пищу и так далее. Но у нас есть побольше функций, конечно. Так вот, мы включаем, а мы же человек, и мы начинаем выбирать. То есть, мы вместо того, чтобы делать то, что нам говорит душа, послушайте, что тебе нужно делать, ты должен, скажем, по кастам, тем, что ты там должен быть, Бранман, ты должен быть Шудрой, Акшарфи, или Вайша. Если ты выполняешь эту функцию, когда тебе будет... У меня написано, я должен быть, например, Баршик, да? И если я следую четко своей направлению, я изучаю торговое дело, следую то, что мой отец сделал, мои предки делали, и выполняю это значение, то говорится в своих писаниях, что тебе не нужно беспокоиться, что у тебя не будет что кушать, у тебя не будет жены, у тебя не будет крова, у тебя все будет, потому что мы пришли с вас программой, наша программа, предусматривая, как просто компьютер можно представить. Когда ты начинаешь компьютерную игру, тебе говорят, вот у тебя там велосипед, у тебя столько денег, сколько до еды, и твоя задача дойти до конечного пункта. Вот как ему дойдешь, ты должен идти по этой карте, вот данная карта называется, да, у нас есть. Вот здесь ты получишь еду, здесь это образование, здесь у тебя жена будет, здесь у тебя будет дом. Вот должен идти по этой карте. Если ты по этой карте не идешь по этим пунктам, ты не скочил, что бы ты не понял, пойдем по другому направлению. Дружище, дом тебя ждет здесь, еда. А ты решил пойти в другое место, ну ищи вот, что ты найдешь какие-то опьетки там, да, и сколько тебе надо силу там достать. Там еда, как она-то, лежат, 50 метров, попробуй туда залезть. А если ты пошел налево, не сталкаться немножко, стал принцем, там уже готовый пресс, стол накрытый, да. И вот что получается, когда мы отходим от своего предначерпанного пути, предначерпанный путь, это значит, что мы роботы же, правильно? Мы идем, есть вид спорта, здесь по пресеченной местности. Ты идешь, тебе вот конечная точка, ты идешь по-своему, но как ты ее пройдешь? Быстро, качественно, адекватно, нет. То есть мы выполняем, получаем опыт на пути к этому процессу, но если от него отклоняется, не гарантированно, что там будет дом, что там будет жена, там будет пища, и что заработать денежку на этих лет, тебе нужно поднять намного больше силы для того, чтобы это делать. Это как птичка, вместо того, чтобы летать по небу, по деревьям, она решила попрыгать по земле, говорит, что земля-то, попроще, что там летать, понимаешь? И там она ищет, что там нету, и опасности, и крокодилы, и кошки, и так далее. Послать, не послать, не знаю. И вот если мы будем выполнять свое научение, говорится, что нам не нужно беспокоиться, сколько-нибудь, где тебе денежку взять, где тебе найти человека для своей жизни, отработать. Это такой прям библейский пример, сейчас его приведу. Да? Ну, это вот, вот такое она. Она действительно так, как она и есть. Как же понять, что предпочерпано? А вот это вот то, что живет, вернуться назад. Вот этот сегодня, мы живем в Калию, вы знаете, что вот это, вот это вот, потеря ценностей материализации, и самое главное, потеря связи с душой. Да, мы ничего не имеем в виду. Это самая большая проблема. Если мы вот это восстановим, тогда мы вернемся к истокам, мы будем слышать, каждый раз мы не слышим, нужно, правильно, неправильно. Самое важное. Но у нас есть большое преимущество перед теми людьми, кто это не понимает, что мы это уже знаем. Ну да. Это проблема. Мы можем осознать, и уже мы не можем искать. Это хорошо, что мы осознаем опять тел. Это первый шаг. Да, да, да. Просто люди живут, я жил, я был атеистом 22 года. Я жил в Западной Крынии, у нас люди очень верующие, я спорил с бабушками, да какой бог, а вы его видели, да расскажите, что вы рассказываете, и все, чего нет, мы не видим, этого не существует. Через ум пришел. Когда ты понимаешь, растешь, понимаешь, что эй, все по-другому, меняется понимание, меняется сознание, и сам первый тебе скажет, что что-то не так. Можно вас к этому какой-то случай привел, или просто вы? Мне повезло очень, обычно люди приходят в духовности к Богу через проблемы, а у меня все по-другому, я просто через ум изучал все, что вокруг происходит. Я изучал окружающий мир, друзей моих. Я учился на кафедре бокса в Академии спорта. У нас были времена тогда перестройки, рейкет и все прочее. Борцы-боксеры занимались не чисто плотным промыслом, зарабатывали денег. Я присмотрю, что один вдруг мы там пострелили, подрезали, заболели, и так далее. И как-то это нужно анализация, что же происходит, почему так происходит, почему одни и хорошо, другие – плохо, и так и резко. И вот я так это все проанализировал, и как-то пришел год, что есть какой-то высший разум, я тогда так его назвал, в общем-то, который управляет. и тоже вспомнил то, что говорили все там. Сделаешь хорошее, хорошо пойдешь, 10 раз больше получишь, плохое – плохое. И я на своем материалистическом умении тогда очень четко все объяснил, чем, опять же с точки зрения нарушения, да, есть заряды позитивные, есть негативные. Если я заряжен позитивно, я притягиваюсь к позитивному полю. Я его питаю и от него питаюсь. И вот объясняет мне закон, будешь хорошо делать, получишь хорошо в 10 раз. Плохо – будешь плохо. Все, мне все понятно, все стало по своим полочкам. Моим мужским умом, рациональным. Это правда, это правда. И вот я, честно, путем анализа я пришел к тому, что если, потом начал анализировать, что появилась информация о неземных цивилизациях, тарелке, и на планетане, мы поняли таксусть. То есть 100%, а мы здесь не одни, есть высший разум, называют его Богом, Мухаммед, Будда, Аллах, Кришна. Высший разум – децид, который нашим нам управляет. Все, я понял, что есть высший разум, значит, закон я принял один к себе. Я хочу жить в гармонии, собирающей мирами с собой. Думай хорошо, делай хорошо, и у тебя будет все хорошо. Изучай позитив. Любовь. То, что все религии кричат. Любовь посвят мир. Это не просто так. Любовь. Это есть любовь. Только любовь. Это энергия добра. Это энергия позитивная. Самая позитивная. Высший разум Господь нас создалась в любви. Да. И мы должны нести. Даже просто это объяснение, да? Мне кажется, это фундамент всего. Стопроцент. А я как раз в основном. К тому очень тяжело доходить. А я сейчас вам скажу вот хорошее место, которое я пришел. Смотрите, по поводу любви. И вот я себе раньше задал такой вопрос. Блин, где он упал? Говорят тогда вот о христианстве. Ну, я же в христианстве был раньше. Я же, знаете, осознательно в церковь пошел. По христианству, когда я осознал о Господа. А я такой думаю, чё ты кайбалец? Слушай, как это можно? Возлюбить врага свой, как ближнего своего? Как вот я врага могу убить? А я же не понимаю. Он мне, понимаешь, насолил тут, надел всякую беду. Я должен его убить? Ты чё, мужик? Вот что за глупость-то такая? Как можно? Уму понимать, а сердца нет. И вот такой пример, да? Если меня здесь вот здесь наладится, тогда я смогу дать ресурсы. Каким образом я подумал все так? Думаю, окей. Как бы это сделать, чтобы это было реально, чтобы это было чисто, по-честному? Я подумал так. Если я человеку желаю любви, значит, что происходит с ним? Я даю ему позитивную энергию, ему становится хорошо. Я прошу Господу, желаю ему любви и разума, да? Чтобы он стал добрее, чтобы он стал счастливее, чтобы он стал умнее, и человеколюбие придётся у него. Если этот человек станет добрым, любящим, счастливым, а что он превратится врага? Моего друга или просто товарища? То есть он уже не будет таким, он уже не будет меня обижать. Я могу таким образом, я могу реально, да, с истинной причиной, я своему врагу хочу, чтобы ему стало хорошо. Ему станет хорошо, когда он будет не плохо делать, у него и так сильно разум. Главное, чтобы мы действительно истинно это хотели. Не так, как многие у нас ходят в церковь, всё там фанатное, всё изучают. Это религиозные люди не верующие. Постой, постой. А когда она читает молитву, это у неё как заученные какие-то строки, да? А когда вы действительно от сердца, вот, да, я действительно хочу, я осознаю, вот, да? Да. А когда она выходит, допустим, из церкви, она начинает молитву. Да, вот это, вы сейчас правильно заметили, да, что вот, естественно, должно быть искренне от сердца. То есть, когда я говорю, что я желаю любви, я представляю, что ему хорошо, потому что, и я могу искренне желать, потому что, даже своим техническим умом, потому что я разумно просто, и заразно, даже если, ну, мужик, у нас с четвертой чахрой не очень хорошим, пока женщина её не откроет, да? Я думаю, слушай, я ему дам энергию. Женщина не откроет чахрой, да? Ну, у вас она более активная, у вас все четные чакры активные, более активные, у нас нечетные мыши. И когда мы соединяемся, мы должны обмениваться над ним, чтобы быть более целыми. Это подробно, как у меня, он еще, он сырой. Я же должен был отключить вот это, безобразие. Телефончик это надо, отключать, понимаешь? Вот это, товарищи. Все просто так, значит надо так. Да, то есть вот это вот. Искреннее, да? Искреннее, это обязательно. И вот даже, я говорю для мужчин, даже если ты немножко, скажем, от сердца пока не чувствуешь, но, отключайся, вот, ты думаешь, из рациональной точки зрения, я могу пожелать этому человеку искреннюю любовь. потому что, и будет хорошо, будет нехорошо. Ярно? Ничего противоречия нет, и вот это будет двигать, поэтому это двигает многое, когда что-то человек мне где-то нацелил, там обидел что-то, да, мое эго же обижное, мое же эго, что у меня, что я вот такой сихой, да. Ну, ты себе думаешь, умея про себя, ну, разные техники прощения, это уже другая тема у нас. Ну, в принципе, я вам, что, даже в умействе представила, поклонница, прожила вам вам хорошо, и уже здорово. Икать? И техника обращения, у меня отдельно есть техника обращения, да, если, да. А, Юшка, давайте не отвлекаться. вы будете стоять. Итак, мы начнем, касательно нашей цели, постановки цели. Значит, мы пропустили с вами, мы пропустили, что цель нужно пропускать сначала через Zoom, потом через сердце, через сердце, через соответствие эти центры энергетические, которые отвечают за данную деятельность, и это, есть у нас вот эта энергетическая подоплека, энергетическая основа. Теперь мы с вами должны подойти к анализу. Первое, что мы делаем, перед тем, как у нас, чтобы здесь у меня справилась хорошая программа, с тем, когда, цель какую-то. Важный момент, да, мы сначала, скажем, обычно, как садимся, делаем brainstorming, да, так, что, мозговой штурм, экзеклик. Делаем мозговой штурм, что я хочу делать, я хочу компанию сделать свои программы. И я ставлю, мы составляем бизнес-план. Что, зачем? и так, сейчас я расскажу вам о модели, о том, как, извините за готовку,